Конечно! Мы снова в эфире, пока мы тянем руку, кто будет представлять нашу гостью. Это наш особый сегодня корреспондент. У нее есть еще микрофон от Первого Городского. Это молодая имиджмейкер. Зовут ее Тата Нуар. Привет! Доброе утро! Доброе утро, Калининград! Классно! Вот ты расскажи, пожалуйста, как давно вообще занимаешься таким римиджмейкерством? На самом деле занимаюсь этим недавно, но любовь к прекрасному у меня, наверное, с детства. К прекрасному и у Алексея у нас любовь к детству. Постоянно, поэтому я сегодня здесь не останавливаюсь. Никак не останавливаюсь. Недавно это сколько? Наверное, год-полтора. А ты вот нам сказала за эфиром, что недавно приехала в Калининград. Откуда? Я из Одессы, но жила в Киеве. А почему переехала? Это сильная столица, кстати. Которая из? Киев. Переехала, потому что моя семья переехала сюда, а семья важнее всего. Поэтому... А как тебе первые вот такие впечатления от города? Потому что год это все-таки еще, мне кажется, относительно первые впечатления. Вы знаете, он очень чистый. И это его большой плюс. Да? Ну, просто так не... Ну, мы к этому уже привыкли, мы не обращаем внимания на то, что он нам уже не кажется почему-то чистый. Хотя он действительно чистый. Давай? Да, я спрошу. Подожди. Вот да, я спрошу. Давай. Слушай, смотри, профессия имиджмейкера. Это, грубо говоря, образ человека под ключ? Вот, скажем так. Нет. Или нет? Нет. Я считаю, что нет. Чем ты конкретно занимаешься? Только его внешним видом, только одеждой или чем-то еще? Нет, я занимаюсь стилизацией фэшн-съемок, в частности. А, в том числе? Да. То есть тебя зовут, когда у людей не хватает фантазии? Да. Да, вот, понятно. Это, в принципе, основная, наверное, деятельность такая, которая меня интересует. И у нас сегодня есть прям твоя специальная рубрика, да, так как ты у нас такой вот, как корреспондент и гостья одновременно, который ты подготовил, и мы готовы уже говорить про эко-мех. Такая тема насущная прям сейчас. Расскажи, пожалуйста, что такое вообще вот для Алексея, потому что он как заядлый рэпер, он знает только, что есть настоящий мех, как бы и дорого-богато должно быть. Ну, как иначе? Эко-мех на данный момент это остромодный тренд, и это бесспорно must-have. Эко-мех, мировой тренд, доказывается тем, что идея плюшевых шуб настолько стала популярна в модном мире, что дизайнеры стали включать ее в свои коллекции. Более того, стали появляться бренды по изготовлению изделий и аксессуаров из меха-чебурашки, как закулисно называют эко-мех. Да, да, да. Меха-чебурашки, это так называется, да? Да. И называется он шримпс. Согласись, что российские дизайнеры уже тоже используют, да, вот этот приемчик. Рассказывай нам, они все там услышали. Да, конечно. Российские дизайнеры, они также не остались в стороне. В лице Людмилы Никишиной и Катя Добряковой. Они также используют в своих коллекциях эко-мех. А у тебя есть уже такая шубка? У меня? У тебя такая шубка есть. Я уже, да, я присматриваюсь. А у тебя есть? Да, у меня есть. Мне нравится составляющая в этом финансовая, вот я откровенно скажу. Вот это я хотел узнать. Хотя нет, на самом деле просто в Калининграде, вот согласитесь, ребят, такая погода, что мех дело такое. Вот мне всегда вот... Вот ну та шуба в Калининграде, слушай, вот ты два года здесь живешь, она вообще нужна. Любая эко-мех, не эко-мех, обычный мех. Это будет сейчас на самом деле анти-пиар в моей сегодня рубрике. Да? То есть... Так, рассказывай. Знаете, у нас погода дождливая, поэтому лучше запастись хорошим дождевиком и резиновыми сапогами. Поэтому вы, модницы, те, кто мечтает о шубах, не нужна вам, чтобы мечтаете о красивом дождевичке и о резиновых сапожках. Замечательно. А в чем вообще плюсы эко-меха и можно ли вот, например, там миксовать с цветами? Я хочу, чтобы ты рассказала, какие вот, например, модны цвета или какие там не очень модны. Ты ведь это по-любому знаешь? Да, конечно. Во-первых, эко-мех намного дешевле натурального, как мы уже сказали. За эко-мехом легко ухаживать, его можно стирать, он не садится, не деформируется. И самое главное, что современные эко-шубы, они очень красивы. И звездные модницы, такие как Эндл Дженнер, Ким Кардашьян, Джильда Амброзио, фэшн-блогер, они не стесняются и попадают в кадр к уличным фотографам в этих изделиях. В Калининграде много модниц встречала вообще за это время? Модный город или нет? Вот проще спрошу. Как бы ты оценивала? Я считаю, что если сравнивать со всей Россией, то да, Калининград достаточно модный город. Я думаю, сейчас, конечно, могло быть и хуже. А ты такой, у нас есть другие звезды? Да, у нас есть другие звезды, действительно, может быть, не все их знают, но... Вот скажи, пожалуйста, вот... Уиз Калифа. Нет, я знаю, кто это. Скажи, на нем натуральный мех. Даже подписан. На нем натуральный мех, чтобы было видно. Видно, нет? Видно. Вроде видно. Вот скажи, на этом парне натуральный ли мех, во-первых, и во-вторых, насколько он... Смотри на нас. И на Уиза. Да, и насколько он хорошо одет, как ты считаешь? Ну, я считаю, что Америка, в принципе, законодатель моды. Поэтому я уверена, что толпы его поклонников оделись точно так же, после того, как увидели этот снимок. Скажи, а в Калининграде куда можно в таком виде пойти? Я тебе подскажу. Ну, вы знаете... Хорошо, ладно, едем дальше. Давай к нашим. Немножко вот такой вот есть молодой шарик. Мой малыш растет не по годам. Тигренок. Натуральный блондин. Ну, конечно. В таком виде куда можно пойти? В таком виде более чем натуральный, прямо скажу. Это мех, кстати? Вы знаете, я не думаю, что это мех. Не мех, да? Да. Это микрофон. Я только поняла, что вот эта шайба, вот эта вот, это микрофон, ребята. Слушай, есть еще пару ярких образов, вот такой вот. Я сразу поясню, это мужчина, если что. А кто это, а кто это? Это Ян Таг. Да, Ян Таг. Ну, современное искусство. Насколько там ужасный образ? Вы знаете, мне кажется, здесь уже можно говорить о том, что это просто искусство. Просто искусство? Да, просто искусство. Ничего плохого про человека не подумайте, у него 8 детей, по-моему. Если я не ошибаюсь. Так, и последний образ остался, вот это классический. Это классика. Это классика. Конечно. Вот как ты думаешь, куда он собрался? Он собрался встретиться с друзьями. Кокошник наряд. Кокошник наряд. А это кокошник или трусик, я уже не могу понять. На голове, посмотри, вот ты сам. Будем считать, что кокошник. Будем надеяться, будем надеяться, что это будет. Будем надеяться, что кокошник, да. Тат, спасибо тебе большое, ввела нас в курс дела. И давай, вот мне кажется, ты уже так профессионально, да, на камеру говоришь, с нами уже тебе не очень интересно общаться. Давай, приветы тогда, так, чтобы люди просыпались, улыбались, прям вот в стиле Тата Нуар и модный совет. Давай, вот на эту камеру прямо, она специально тебя ждет. Давай. Я до конца, честно говоря, не поняла вашего задания. Я проще тогда скажу, пожелание на день, вот сюда. Что ж, дорогие калининградцы, я желаю вам оставаться в тренде и быть в миру с живой природой. Хорошего вам дня. Это была Тата Нуар и рубрика InStyle. Классно еще голосом работаешь. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное, что пришла. Ребята обнимаются, да расскажу, что буквально скоро вы сможете выиграть у нас вот такой приз, сертификат от профессиональной службы доставки. Куда-куда пошла садись. Суши, пиццы и вок, называется это. Три четверти прямо сейчас прелюбимся ненадолго. Оставайтесь с нами.